Всем привет! Здравствуйте! Мы вас приветствуем на канале Тина Токсина. Посмотрите, куда нас сегодня занесло, что там за нашей спиной. Очень хочется портериса. Что такое портерис? Это пиво такое, портер. Раньше его на праздник моря варили. Очень вкусное, темное, густое пиво. Сегодня мы погуляем вокруг пивзавода. Расскажем вам немножко про пивзавод. Я думаю, будет кому-то интересно. Я этот район вспоминаю. Занимался здесь греблей. С той стороны ветер, если дул, значит конфетная фабрика. И оттуда дуло конфетами. Пахло всегда. А с этой стороны с пивзавода хмелем, а с табачной фабрики табачком несло. Можно было определить направление ветра по запаху. Ну и набор. Табак, хмель и конфеты. Ну что, пошли гулять. Клайпинский старый базар начал действовать еще в начале 18 века. Вокруг рынка открывались магазины, мастерские, кафе. Жили люди разных национальностей. Рынок всегда был сердцем города и местом притяжения горожан. В 18 веке на рынке образовалась современная площадь театра. Площадь старого базара это бывшая площадь Фредерихова базара, по которой свободно ходили люди. Поэтому автомобильную площадку там хотят убрать. Здание совсем разрушилось. Тут раньше продавали семена, а за ним можно было купить или поменять голубей. Сейчас тут раскопки, древние фундаменты. За этим киоском люди прятались, доставали из-под пиджака голубя и менялись или продавали голубей. Если идти прямо-прямо, по левую сторону будет театра площадь. Что продают на базаре? Очень много продают меда, потому что зима, наверное, людей много болеет, им нужен мед. Там дальше продают одежду, ряды с одеждами. Весной очень много, очень много продают всяких растений, саженцев, помидор, огурцов, цветов. Слева находится павильон, в котором продают мясо, овощи вижу, цветы. Раньше все торговые ряды с вещами, с ботинками, с обувью находились здесь. Но сейчас почему-то это все перекрыто. Намечается грандиозная реконструкция рынка, которая обойдется в 3 миллиона евро. Сюда мы ходили в пив-бар, пили пиво из таких больших бокалов с пенкой и закусывали свиными ушами, свиными ногами. Горохом. Горохом. А как назывался этот пив-бар? Бар. Просто бар. Скорее всего, когда здесь будет реконструкция, это тоже все снесут, сделают более современное, более красивое. Уже сейчас все перекрыто. Ну и чтобы люди не торговали во время карантина. И возможно, что уже готовятся к реконструкции. Посмотрим, что у них из этого получится. Хочу, хачапури аджарские. Первое послабление, которое сейчас в наше время, после карантина, разрешили открыть магазины, которые имеют отдельный вход. Вот как в этом магазинчике пускают несколько человек, немного, по несколько человек, а все, кто хотят попасть, они стоят в очереди. Самый главный магазин, секонд-хенд. Я не люблю эти магазины. Ну, скидки большие написано. А мы держим свой путь, покажем вам немножко завод Швитуриз. Субтитры сделал DimaTorzok Пивозавод Швитуриз, переводится «Маяк». Основан пивозавод в 1784 году. Выпускают все виды пива. Сейчас принадлежит Калсберг-группе. До сих пор на пивоварне используют старые немецкие технологии. Когда пиво выдерживается не только в вертикальных, но и в горизонтальных емкостях. Такие емкости из больших пивоварен в Литве имеет только Швитуриз. Пиво экспортируется более чем в 20 стран мира. Америка, Канада, Англия, Россия и другие страны. В 1784 году торговец Рейке основал пивоварню в Клайпиде. Современный герб пивоварни украшает орел. Морской орел. Это символ родни Рейнке. Еще в 16 веке упоминается улица Бангу. Дорога на мельницу герцога, которая работала около Треничайского пруда. Во второй половине 18 века улица называлась Мухлердат, Малуну Пилимас. Здесь был забор, табачная фабрика, а в этом месте стояли киоски. И иногда тут можно было купить заморские фрукты. Бананы, апельсины, но очень редко. Но это в каком году? Я в школу ходил. Когда закрыли табачную фабрику, она находилась вот здесь. Здание переняло Клайпидское самоуправление, реконструировало. И в настоящее время здесь обосновалась культурная фабрика. А что такое культурная фабрика? Это зал. Зал? Только лишь зал? Это сцена для современного искусства и инкубатор для творческих идей. Здесь проходят различные культурные мероприятия, театральные и танцевальные представления, спектакли, фестивали, конференции, киномероприятия и мероприятия, связанные с миром моды. Раньше здесь была поликлиника, а сейчас сделали отель. Как вы видите, очень-очень оживленная улица Бангу. Машины едут нескончаемым потоком. Если бы здесь была просто дорога, асфальтная дорога, то намного было бы тише. А так как здесь брусчатка, то невозможно перекричать эти машины. Показали вам небольшой кусочек Клайпиды. Старый базар. Когда-то его реконструируют. Потом придем, посмотрим, проверим, что они там сделают. Показали швитурист. Швитурист, мне кажется, знают все-все. Не только мужчины, но и женщины. В многих странах мира. И инкубатор показали. Инкубатор не для цыплят, а для людей. Надеюсь, что вам было интересно и полезно посмотреть это видео. Всем спасибо. До свидания. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.